Всем привет! На обзоре у меня фитнес браслет Cardio Plus HX03W от компании Lenovo. Браслет выделяется среди других подобных устройств с достаточно большим экраном и оригинальным интерфейсом для его подзарядки. Помимо всего прочего, браслет может уведомлять о входящих звонках и новых сообщениях, проводить мониторинг физической активности на протяжении всего дня, в том числе и сна, а также выступает помощником в момент тренировок для постоянного измерения сердечного ритма. Автономность устройства составляет до 10 дней. Как мы видим, производится устройство компании Beijing Hanyuan Henshin Technology под руководством Lenovo. Это достаточно известный производитель в Китае, на заводах которого делаются различные устройства для таких компаний, как Huawei и Samsung. В целом, фитнес браслет имеет красивый внешний вид и смотрится презентабельно за свою небольшую цену. Мягкий гипоаллергенный силиконовый ремешок плавно переходит в экран, который занимает почти всю лицевую сторону, а снизу имеется едва заметная сенсорная многофункциональная кнопка управления. Экран сделан по современной технологии OLED с диагональю 0,96 дюйма. Благодаря достаточно большому размеру, по сравнению с тем же Mi Band второго поколения, здесь циферблат имеет крупные легко читаемые цифры. Яркости монохромного дисплея в помещении вполне достаточно, но стоит выйти на улицу, чтобы рассмотреть информацию, приходится прикрывать ладонью экран и присматриваться. К сожалению, экран не обладает высокими рефлективными свойствами. Капсула браслета имеет прямоугольную и слегка изогнутую форму. Лицевую сторону устройства прикрывает черный полупрозрачный пластик, который плавно переходит в серый основной корпус. Имеется пыль и влагозащита по стандарту IP68, так что можно не беспокоиться и спокойно принимать душ и плавать вместе с браслетом. Снизу экрана, как уже ранее говорил, имеется многофункциональная сенсорная клавиша. Сенсор в меру чувствительный и проблем с управлением при помощи него не возникает. С обратной стороны на небольшом возвышении присутствует оптический датчик сердечного ритма и технические данные устройства, которые нанесены методом лазерной гравировки. По счет сердечного ритма браслет производит достаточно точно, на уровне Mi Band 2-го поколения. Силиконовый ремешок матово-черный, гибкий и приятный на ощупь. Имеет двойную металлическую застежку, а благодаря множеству отверстий носить такой браслет сможет даже подросток. Ремешок состоит из двух частей, который присоединяется к браслету с помощью специальных креплений. Чтобы его снять, нужно применить одно простое движение. Любым другим способом сделать это будет сложно. В местах крепления пластик прочный, а силиконовый ремешок менее гибкий, что обеспечивает надежную фиксацию. Кстати, в продаже имеются разноцветные сменные ремешки. Как вы успели заметить, на одном из фиксаторов находится полноценный USB-разъем, благодаря которому подзарядить устройство можно в любое время и в любом месте, где находится компьютер или повербанк с USB-портом. На основном экране браслета отображаются дата и время, а также уровень заряда аккумулятора и беспроводное подключение Bluetooth, которое здесь, кстати, версии 4.2. Следующий – подсчет шагов, измерение сердечного ритма, пройденная дистанция и потраченная при этом энергия. Также имеется обычный будильник. Все эти данные и в том числе мониторинг сна доступны в мобильном приложении Lenovo Health, как для Android, так и iOS устройств. В том числе доступно меню запуска тренировки непосредственно на браслете, выключение питания и переход в режим сна. В момент запуска режима тренировки датчик сердечного ритма постоянно проводит измерение и выводит его на экран, а также все данные записываются во внутреннюю память устройства, благодаря чему в момент тренировки не обязательно иметь под рукой смартфон. Включить режим тренировки можно и без него, а по завершению самой тренировки браслет автоматически перенесет все данные в мобильное приложение. Кроме перечисленных ранее функций, браслет может отображать уведомления о входящих звонках, новых сообщениях от определенных приложений. Но, к сожалению, эта функция, на мой взгляд, реализована крайне плохо. Браслет вибрирует и показывает имя звонящего только при условии, что он записан в телефонной книге на латинице, а в крайнем случае отображается значок телефонной трубки и номер звонящего. А те номера, которые записаны в контактах на кириллице, как у большинства нас с вами, при поступлении входящего звонка браслет вообще не реагирует. И что самое странное, производитель на сегодняшний день так и не постарался исправить данный недочет. То же самое касается и уведомлений. Доступен узкий перечень приложений, от которых вообще возможно получать уведомления. Нет ни телеграм, ни вайбер, ни других популярных мессенджеров. А добавить их самостоятельно не представляется возможности, что является большим минусом. Минусом является именно программная часть. Почему компания не может дописать свое приложение, я в недоумении. И в завершении стоит сказать, что на данный момент лидером среди фитнес браслетов по праву является Mi Band второго поколения. Я считаю, что вполне заслуженно, благодаря своей простоте и надежности. А также производитель постоянно работает над исправлением ошибок и добавлением новых возможностей. В целом браслет мне понравился своим внешним видом и большим экраном, но для меня так и останется загадкой, почему такой именитый производитель не может сделать надлежащую поддержку своего продукта, чтобы исправить программную часть устройства. Не может или не желает этого сделать. На этом у меня пожалуй все, надеюсь видео было полезным и ты его оценишь лайком. А также подписывайся на канал, впереди еще много интересных обзоров. Желаю всем всего наилучшего. Я с вами не прощаюсь, до новых видео друзья. Субтитры сделал DimaTorzok